Так, всем привет друзья, давайте посмотрим видео увлекательного и интересного поединка против игрока с ником Bumblebee из клана Особисты. 21 ранг на карте Покинутый Оазис и я думаю вам очень сильно понравится этот поединок и в нём очень много динамичных сражений, проявлений скилла и умений обеих игроков. И самое главное это синие бусты, конечно же, на синих бустах играем. Без голды, всё красиво, так сказать, по-честному. Собираем ящики, ящиков я собрал, ну так, можно было больше, я это практикал, тут чуть-чуть не туда побежал, ну в общем не важно, но можно было собрать больше. Ну так, мне этого хватает, скажем так, я нормально собрал. Разведываю базу соперника и по фасту выхожу в развитие. Тут у меня уже много центров снабжения, я сразу же ставлю апгрейд до третьего уровня штаба, ставлю спецзавод. Тут продолжаю разведку пехоты, решил пехотинца оставить для того, чтобы разведать чуть-чуть позже. И вот тут я не заметил одну деталь вовремя. Мой соперник снес себе стройдвор, я как-то даже не подумал, что на этой карте можно сносить себе стройдвор. Ну вы понимаете о чем я, ну и спокойно себе развиваюсь. И тут внезапно, вот разведка пехоты, как видите, он пытается боем разведать, что у меня тут на базе происходит. Не знаю, заметил ли он, а, да, вот все, короче, всю базу разведал. Взвесил все за и против, и смотрите, что происходит на третьей минуте, 2.59, и его стройдвор уже на моей базе практически. Я-то понимаю, к чему дело идет, давай сразу ставить пушку на синей стройке и делать мамонтов. И вот, так сказать, такой ключевой эпизод, да, на 3.15 достроился стройдвор, начинают строиться бункера. Вот сейчас начнут, давайте сейчас посмотрим. У меня на этот момент уже есть завод третьего уровня и завод мамонтов. Ну, у меня-то экономика сильная, у меня-то стартовые ресурсы сильные, я-то ящиков неплохо собрал, у меня ранг высокий. Вы представляете, как отбивать это 21-му рангу, например, его, так сказать, ровеснику. И вот, давай строиться в бункера, значит. Раз бункер, два бункера, у меня тут дикобраз был на всякий случай, против циклонов, против пехоты. Больше я его не делаю, тут делаю ягод, тут делаю мамонтов. Так, а, вот тут стройдвор построился, это стройдвор, еще один, ну, просто невероятная наглость. Даже не знаю, что тут сказать, на самом деле. Это просто дикий, дикий трэш. На четвертой минуте моя вся база в его бункерах. У меня одна пушка, у него тут целая туча бункеров. На меня делается один мамонт, два мамонта в заказе, и один ягуар. И вот теперь возникает вполне, думаю, логичный вопрос. Как же это отбивать без бункеров и без мамонтов? Точнее, без ягуаров и без мамонтов. Вот смотрите. Пушка у меня довольно неплохая, но она еле-еле сносит этот бункер. Как видите, тут моего дикобрада сейчас уничтожит, мою вышку сейчас уничтожит. Ягуар выехал, хорошо, что он помог. Смотрим внимательно, смотрим на ягуара, что сейчас будет происходить с ягуаром. Тут по ягуару стреляет один бункер, и у него уже нет 15% примерно жизни. Стреляет у него всего секунд 15-20. И вот уже два бункера стреляют по ягуару, и жизнь ягуара стремительно просто тает. Ягуар не может отбивать бункера, это просто дикий трэш. Я еще могу понять, когда бункера используются для обороны базы. Так, тут уже мамонт выехал. Я могу понять, когда бункера используются для обороны базы. Я могу понять, почему их не нерфят, почему ракетка такая имбовая там, да, бункера такие крепкие. Да, у сопротивления очень крутые, мощные юниты, броненосец, ягуар, и от них отбиваться надо именно бункерами. Окей, для обороны базы это еще полбеды. Если ягуары не справляются, будем брать мамонта и так далее. О пихоте вообще молчу. Но для атаки на четвертой, уже пятая минута. Уже пошел тут просто дикий трэш, тут уже размен зданиями. Я строю, а что попало, лишь бы он мне не бил важные здания, то есть лишь бы он не строился дальше. Уже там казармы строю всякие, прочую дичь. У меня только делается второй мамонт. Это все на синих бустах, подчеркну. Мой соперник тоже на синих бустах. У меня на 4.30 один ягуар и один мамонт. Допустим, этот процент можно ускорить и к четвертой минуте иметь ягуар и мамонт. Но к четвертой минуте у соперника на моей базе уже будет несколько бункеров. Как видим, он строит ракетку. Вопрос, как это отбивать? Вот как это отбивать игрокам с рангом ниже меня, у которых хуже экономика, которые не смогут так быстро все это сделать. Бункера-то делаются с первой минуты буквально говоря. На мелких картах вообще молчу, но там хотя бы готов к этому. А тут, то есть, сами видите. На большой карте настолько нагло нападать бункерами, это по-моему, это по-моему чересчур. Моя пушка вот еле-еле справляется. Но бункера ее хорошо так коцают. Ну, пушку бы докачать, она вот будет способна на большую, конечно. Но, что есть, то есть на данный момент. И вот ракетка, залп ракетки, нет Ягуара. Просто мега-тактика, когда за бункерами строят ракетки, и они за счет дальности тебе просто полбазы разносят. Бункера выступают в роли щита. Они отвлекают на себя огонь пушки, отвлекают огонь ближайших юнитов. В том числе Мамонтов и Ягуара, если ты не успел вовремя увидеть ракетку. Тут я ее увидел, но Мамонты до нее не достанут, потому что чем ближе я приеду, тем больше риск попасть под бункера. Итак, он мне тут сносит вышку. Я не успеваю уже построить все, что необходимо. И у меня сносится пушка. Это крах просто. Это просто крах. На большой карте устроится вторая ракетка, я ему снес один строй двор. Но особой погоды-то это не делает, Ягуаром я отступаю. Здание просто уничтожается мгновенно. Я строю стенки, чтобы он дальше не лез, но толку вот этого мало, он все равно найдет, куда пролезть. Так. Ну что ж. Он тут так неплохо меня покромсал, но самые важные здания в экономике он пока не нарушил. И вот строится прямо на мою базу. Так нагло, сразу. Естественно, это надо уничтожать. Вот тут еще строю. Смотрите, какой наглый. Надо бить строй двор, наверное, в первую очередь. Надо него достать. Тяжеловато. Да, и тут если бункер построится, то будет просто крышка. Я тут стенками обстраиваюсь со всех сторон. Делаю новый мамонт. Делаю уже новый завод до Ягуаров. Пытаюсь проамгрейдить. И выцеливаю строй двор в первую очередь, потому что если сейчас строй двор не выцелить, то будет просто крышка. Это на синих бустах. И, ребята, вот внимание, на синих бустах как долго сносите здание бункера и строй двора, например. Представьте себе, что происходит на голде. На голде у него к третьей минуте будет, точнее у меня, к третьей минуте даже вот на такой карте вся база будет в бункерах соперника. Как это отбивать? Ну, вполне логичный вопрос, как? Так, если я поставлю одну пушку, он поставит три бункера, а за ними ракетку. И пока пушка будет выносить эти бункера, ракетка тебе полбазы расфигачит. Ты просто физически не успеешь сделать кучу мамонтов и Ягуаров. Мамонтов надо много. Это учтите, у меня мамонты были позади базы. Далеко, так сказать, очень далеко. И пока он отвлекался на мою пушку, вышки и юнитов, я успел сделать несколько мамонтов, но и то. Они, вот четыре мамонта, вот он уже, видимо, без синей обороны уже, как-то слишком легко здание выносится. Но нет, вот четыре мамонта дают залп и еле-еле там бункер что-то дохнет. Посчитайте, сколько надо залпов мамонтов, чтобы убить бункер. На третьей минуте у тебя будет максимум два мамонта. Даже на голде, грубо говоря, три сделаешь. Ну не знаю, честно говоря. Это надо заранее понимать, что соперник будет такое творить и делать мамонтов. Ягуары однозначно тут не справятся. По сути говоря, такое отбивать крайне тяжело. Если бы я делал, например, не яга-мамонт, там пытался что-то пехоту делать. Пехота это не отобьет, бункер это не отобьет. Это отбивает только мамонты. Ягуары тоже не справляются, естественно. Потому что дальность бункера довольно-таки большая. И ягуары не справляются с бункерами. Поэтому нужно делать мамонтов. Нужно обстраиваться стенками. Тут я побежал на разведку и вижу, что соперники тут стеклонов. Но это уже, в принципе, не так важно. Потому что потерял много ресурсов, конечно же. А я тут пытаюсь не воевать. Тут второй вернштаб или третий. В принципе, опять же, это не суть важно. Вот только сейчас я уже, так сказать, полностью его отгоняю от своей базы. Он уже ничего не строит. Это у меня уже шесть мамонтов. На девятой минуте, на десятой минуте боя, да. Ну вот, вполне логичный вопрос. С моей экономикой я смог отбиться. Как отбиваться игрокам ниже рангов против этой дичи? Пуловый бункер уже на шестнадцатом ранге. Ягуар с ним там и близко не справится. Броненосец тем более. Пехоте вообще молчу. Нужно строить пушку заранее. Видеть, что делает соперник. Тут я что-то бью не туда. Тут я пытаюсь уничтожить ему авиазавод. У меня это весьма успешно получается, между прочим. Разменял Ягуар на один авиазавод. У него тоже два циклончика. На десятой минуте у него два циклона. Пока на базе пусто. Можно, значит, собирать войска и нападать. Простите. Так. Ну, тут я бункера уже добиваю. Ну, опять же, вполне логичный вопрос. Чем отбивать бункера, если не мамонтами и Ягами? И то, Яги это такой себе вариант. Они не справляются, учитывая, что соперники зачастую делают ракетки. Весьма логичный вопрос. Вот что делать? Что делать игроку 21 ранга, у которого стартовые ресурсы на порядок меньше, у которого центры снабжения выдают меньше ресурсов, который не успеет просто построить нужные здания, нужные юниты? Что ему делать? Не знаю. Трудно что-то сказать по этому поводу. Очень трудно. Так, я тут еду уже в атаку. Минута прошла с момента, когда у соперника было всего два циклона. Поэтому я, в принципе, думаю, что там особой толпы циклонов не будет. Делаю из двух спецзаводов. Дикобразов делаю. Расстраиваюсь полностью. Базу свою строю подальше от его базы. Так, на всякий случай. Малый друг опять ракетками прискакает. Так, сколько у меня тут? Три дикобраза. Ну, нормально так. В принципе, нормально. Еще доезжает. В принципе, можно нападать. Я, честно говоря, не знаю даже, как решить эту проблему на средних рангах и рангах ниже, чем у меня. Потому что я с трудом такое отбиваю. Я реально понимаю, что тут я мог слить. Особенно, если это на голде. То есть, как это отбивать? Не знаю. Рангам ниже крайне тяжело. Однозначно эту проблему стоит решать. Ах, ну вот, этот момент очень интересный. Сколько у соперников циклонов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять циклонов. У него было два циклона. Сколько это было? Две минуты назад. За две минуты делает восемь циклонов. Как-то довольно оперативно он это делает. Без голды. На чем это он их так сделал? Интересный вопрос. Сейчас еще раз пересчитаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Одиннадцать циклонов. Вот так вот даже. Даже одиннадцать циклонов тут. Или нет? Как считался? Правильно, десять. Десять циклонов. Я за это время успел сделать четыре декабра. Но вот тут еще доезжают. Успел склепать восемь циклонов за две минуты. Ну, довольно такой неплохой темп, учитывая, что я снес ему авиазавод. Как-то довольно быстро они тут сделались. Очень быстро. Уже еще четыре циклона. Нифига себе откуда. Циклоны клепаются, а? С какой скоростью? Аж завидно встает. Это они так клепаются на фуловом авиазаводе, что ли? Нехило так, я вам скажу. За две минуты восемь циклонов склепать, это вам не просто так. Это с одного авиазавода четыре циклона за две минуты. Если он, допустим, сделал себе два авиазавода, ну, нормально, конечно. Но там еще обстроить это все дело было надо. Декабразы пока доедут. Видите, тут декабразы еле-еле справляются. Я игваров потерял под огнем ракетки. Декабразы очень долго выносят циклона. Смотрите, сколько надо ракет, чтобы убить этого циклона. Два декабраза бьют по одному циклону уже несколько секунд. И он все еще живой, все еще бьет диких. Вот, наконец-то, его убили. Очень долго. Я вам так скажу. Очень долго. По поводу проблемы в бункерах, я даже не знаю, что тут сказать, как это назвать. Однозначно, такое надо пресекать. В свое время вышка раш очень жестко занерфили. Вот видите, тут декабраз не справился, бедняжка. В общем, в свое время вышка раш очень жестко уничтожили. Вышки сделали 2 на 2, сделали дороже, там больше энергии, все дела, там, чем еще сделали. Дальность убрали. Что делать с бункер рашем на больших картах? Допустим, бункер нерпить не будут. Допустим, он и дальше будет убивать агуара. И быть на 16 ранге, иметь 136 брони, или сколько у него там брони. Допустим, бункера надо выносить мамонтами, или толпой агуаров. Ладно, но бункер-то строится на первом уровне штаба. На втором уровне штаба уже можно спокойно переставлять строй дворы и нападать даже на большую карту. Это уже вторая-третья минута буквально. Кто к такой минуте, кто к этому времени делает достаточно мамонтов и агуаров, чтобы отбить бункер раш. А если за бункерами еще и ракетка? Да, никакая пушка вас тоже не спасет. Что могу сказать? Решать эту проблему надо, надо однозначно. Как ее решать? Очень бы хотелось, чтобы разработчики наконец-то обратили на это внимание, потому что это просто трэш. Иначе это не назовешь. На такой карте раш бункерами, которые еле-еле отбивают игрок на 2 ранга выше, это издевательство. Как вариант сделать, например, второй строй двор можно ставить на втором уровне штаба, можно строй дворы ставить не дальше, чем на 20 клеток, например, от штаба. На третьем уровне дальше 30 клеток. На четвертом уровне без ограничений. Ну, как такой вариант, немного извращенный, но как вариант, я думаю, нормально будет. То есть, 20 клеток на втором уровне штаба и дальше строй двор просто не ставится. Таким образом, на больших картах соперник уже не сможет в наглую свою базу перемещать на мою базу, как бы это странно не звучало. На третьем уровне 30 клеток это уже тоже более чем достаточно. Хотя на мелких картах 20 клеток этого тоже хватит, чтобы, так сказать, серьезно покоцать. Очень серьезно покоцать твою базу и твою армию. Ну, не знаю, надеюсь, разработчики как-то обратят на это внимание, потому что это уже достало, честно говоря. Не на таких же картах. Ну, в общем, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ждите новых видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok